Абхазия Институт курортологии Здесь изучаются свойства местного климата и природных лечебных ресурсов, их влияние на жизнь и здоровье человека. Здесь ведется работа по обследованию местных стариков в возрасте 100 и более лет. Профессор Григолия проводит очередное обследование. Берулава. Возраст 102 года. Берулава сохранил трудоспособность и до сих пор работает в колхозе. Винодел Квициния. Большой знаток абхазских вин. Ему 111 лет. Мингрелец Задзами Акоция. Ему минуло 116 лет. Посмотрите, как уверены его движения. Как сильны его руки. Руки неутомимого труженика. Обследование стариков Абхазии дает ценный материал по изучению возрастных изменений в организме и тех условий, которые обеспечивают активную бодрую старость. Сулейман Аршба. Ему 109 лет. Когда старого Аршбу спрашивают, не трудно ли ему взбираться на кручей, он отвечает народной пословицей. Дорогу осилит идущий. Несколько раз в год он отправляется к Творчельскому ущелью, чтобы повидаться с внуком. И каждый раз он видит, как изменяется жизнь в горах. Среди диких скал вырастают новые шахты, и машины все глубже вгрызаются в недра гор, добывая новое богатство для советской родины. Внук Аршбы Шахтер. Депутат Верховного Совета ГССР. Он перевыполнил задание своей первой послевоенной пятилетки и работает в счет второй. Сегодня внук опять может порадовать деда. Его бригада снова впереди. Старый Аршба доволен. Он гордится, что внук не посрамил честь их рода. Колхозная кузница на горной дороге. Старому кузнецу Суму-Дзадзария не сидится дома. Несмотря на свои 102 года, он иногда становится горным. Работа в кузнице нелегкая работа. Но Суму-Дзадзария до сих пор успешно справляется с ней. В горах часто можно встретить охотника Джадж Хагба 125 лет. И сегодня он едет на охоту с ручным ястребом. Он рассказывает молодому колхознику о своей мечте. Года через три побывать в Москве. Селение Адзюбжа. Мы на усадьбе Кана Цагурия. Ему 120 лет. Кан Цагурия инвалид. Он участвовал в русско-турецкой войне 1877 года. Был дважды ранен в грудь. Жена Кана Мисугда. Ей 102 года. Уже 85 лет супруги Цагурия состоят в счастливом браке. Кан Цагурия. Их внучка. Их правнук. Супруги Цагурия пользуются всеобщим уважением. Их старость окружена заботой всего колхоза. Кан Цагурия завидует только одному человеку. Своему соседу Смеллу Кация. Сосед никому не доверяет уборку винограда сорта Изабелла, лозы которого вьются вокруг деревьев его усадьбы. А ведь Смеллу Кация минула 107 лет. Его младшая дочь Нателла. На мандариновых плантациях частый гость, народный сказитель Гумба Чикватиа Менгрелец до 12 лет. Он слагает стихи о процветании колхозного строя. Был тесен мой мир, но радостный труд поднимает ввысь человека, как орла над горами. Много сказок и легенд сложено в веках о несметных сокровищах этого края. Старые сказки становятся былью в наши дни. Вот они, золотые дары советских субтропиков. Сегодня в селении Лыхне праздник. Колхоз полностью выполнил свои обязательства перед государством. И столетние старики, участники трудовых подвигов своего колхоза, почетные гости на празднике. Эти старики – живые свидетели прежней тяжелой жизни. И кто, как не они, могут по-настоящему оценить счастье и радость социалистического строя? Старинный танец «Шаратэ». Как танцевали здешние старики сто лет назад. И так они танцуют сейчас. Герой социалистического труда Тимур Тарба, которому всего-навсего 70 лет, провозглашает тост за хранителей драгоценного опыта, за старейших, за отцов и дедов. И отцы и деды произносят ответный тост за сынов и внуков, за законных наследников их трудовой славы, за старейших, за старейших, за Мамсыра Киута. Мамсыр Киут, самый старый человек в Советском Союзе, живет в селении Кин. Двор Мамсыра Киута. Вся семья сейчас занята разборкой кукурузы, полученной на колхозные трудодни. По обычаю, все приветствуют старейшего в роду. Ему минуло 146 лет. Он родился всего на три года позже Пушкина. Он был современником Кудузова и Нахимова, Глинки и Пирогова. А это самый младший в роду Киутов, праправнук Мамсыра. Мамсыр Киут помнит многое. У него прекрасная память, хотя он родился в 1802 году. Когда Наполеона изгнали из России, ему было 10 лет. В день взятия Берлина в Советской Армии ему минуло 143 года. Многое видели старые глаза Мамсыра Киута. Он встречал восходы солнца в родных горах почти полтора века. Навсегда запомнил он жалкий клочок земли, на котором работал от зари до зари долгую сотню лет. Он помнит безмолвие этих гор. Ничто не нарушало их величественную тишину. Неподвижные, будто застывшие в вечном сне горные озера, казалось никогда не проснуться. Но пришли новые времена, и все изменилось в горах. Мамсыр Киут увидел, как высоко над ущелями зажглись электрические огни. Недра гор стали доступны советскому человеку. Через далекие перевалы побежали автомобильные дороги. Над пропастями повисли огромные мосты. На новых стальных путях засверкали серебристые дизельные поезда. Красавцы корабли пришли к берегам Абхазии. И люди со всех концов советской страны устремились сюда, в гости к Южному Солнцу, к теплому морю. Здесь, под благодатным небом Абхазии, среди ее живописной природы, выросли новые санатории, дома отдыха. Все побережье опоясали города-курорты, города-сады. Многое увидели зоркие глаза Киута. Он увидел расцвет своего колхоза, его огромные кукурузные поля, пришедшие на смену прежним нищим полоскам. Новые сады, широко раскинувшиеся на склонах гор. Колхозные чайные плантации. Семья Мамсыра Киута состоит из 60 человек. У старика нет ни малейшей надобности работать. Но общий порыв колхозного труда захватывает и увлекает старейшего гражданина государства трудящихся. Он не может прожить дня, не работая. И когда старика спрашивает, в чем секрет его долголетия, Мамсыр Киут отвечает народной пословицей. Кто выходит в поле на заре, тот нескоро увидит закат своей жизни. В семье Мамсыра воспитывается русский мальчик, Гений Никитин, потерявший родителей во время блокады Ленинграда. Старик усыновил его. Мудрый Мамсыр Киут рассказывает мальчику о далеком прошлом, говорит с ним о сегодняшних солнечных днях. А что будет дальше, спрашивает Гений? Будет счастье для всех людей на Земле. И это увидишь ты, потому что будущее принадлежит тебе. Субтитры создавал DimaTorzok